Я всех приветствую, дорогие подписчики и гости нашего канала. Меня зовут Данил. И сегодня я расскажу вам про новую поставку ножей Maxace и Midnight Cat Studio в наш магазин. Погнали! Вообще, на самом деле, немножечко жалко, что мы записываем этот ролик на следующий день после того, как они к нам приехали. Потому что, когда я их открыл впервые, у меня были такие бурные эмоции. Мои коллеги соврать не дадут. Но, погнали по порядку, Maxace Dragon. Как вы можете заметить по коробочке, это премиальная серия компании Maxace. Он приходит к нам вот в таких вот оружейных кейсиках, которые можно подписать, чтобы было понятно, какой внутри лежит нож. Он водонепроницаемый и внутри нас встречает следующее. Непосредственно сам нож, карточка Dragon, на которой написаны все технические характеристики этого ножа. Небольшая карточка с соцсетями компании Maxace. Салфеточка. А внутри еще лежит и зип-комплект к этому ножу. То есть, это сменные винты, сменные втулки и так далее. Однако, мне тут кое-что непонятно. Например, к Helictus 2.0, про который я скажу чуть-чуть попозже, положили еще и сменный осевой винт. А вот к Dragon, который является премиальным ножом компании Maxace, ну как-то не доложили что ли? Или просто времени не хватило? Итак, дорогие друзья, вот так выглядит сам складной нож. Что по материалам? На накладках у нас титан. Клипса сделана из тимаскуса, так же как и колечки вокруг осевого винта. Бэкспейсер точно так же сделан из титана. Стальной клинке используется М390. Ну и, как вы можете посмотреть, клинок тут, это, можно сказать, что небольшое произведение искусства. Однако, глядя на этот нож в первый раз, еще до того, как он к нам приехал у нашей команды, и у меня в частности, возникает один вопрос. Где детонатор? Что по характеристикам? От навешия до кончика у него 225 мм. 127 это рукоять, 98 это клинок. Титан используется марки TS4. Сталь на клинке М390 заявлены твердостью 60-62 единицы. Подшипники в осевом узле имеют систему MRBS, керамические в пластиковой обойме. Толщина обуха у этого ножа 4 мм ровно. Нож, конечно же, скорее является фетишным. То есть, особого применения на EDC я у этого ножа не вижу, поскольку здесь раз, два, три аж рекурвы, которые находятся все на одном клинке и делают очень необычный гринд этому ножу. Кстати говоря об этом, сведение в каждой части этой рекурвы не превышает 0,4 мм. То есть, сведены все эти три момента достаточно тонко. Обработка клинка, как вы видите, сатин. На голоменях он продольный, а вот на фальшлезвии и спусках он поперечный. При том, при всем, что у каждой рекурвы он под собственным углом. И получается так, что на клинке можно начитать новый условно 3H финиша. Продвигаемся чуть-чуть дальше. Рукоять, как я и говорил, выполнена из титана TS4. Имеет она обработку апельсиновой корки. Лично мне такая обработка не очень нравится фактурно, но смотрится она хорошо. В руке лежит хорошо. Это просто моя личная придирка. Ну и еще один момент, который лично мне уж не полностью понятен. Это почему они впихнули в такой нож обыкновенный титановый бэкспейсер. Да, в нем есть темлячное отверстие, есть насечечки. Но, коли же они поставили клипсу из темаскуса и колечки вокруг осевого, тоже из темаскуса. Вспоминаем нож Corvus 3, у которого целая плашка была из этого выполнена. Я считаю, что и сюда могли поставить темаскусовый бэкспейсер. В остальном про этот нож все. Как я и сказал, нож скорее чисто фетиш. Он создан для того, чтобы красивенько стоять на полочке, удивлять друзей, радовать владельца. На EDC я ему применения не вижу. Чего не скажешь о следующих двух ножах. Продолжаем наш обзор. На очереди будут балисонги Loren 2, тоже от компании Maxace. Loren 2 это титановый балисонг, у которого есть три варианта по расцветке. Первый, который я сейчас держу в руках, вот такой вот серый. Также существует с цветом бирюзовым, таким оттенком зеленоватости. Ну и последний, который есть, это цвет вот такой вот голубоватый. Цвет морской волны, я бы его назвал. Почему? В принципе мы рассказываем про эти балисонги именно на нашем YouTube канале, а не пишем о них статьи в социальных сетях. Тут есть один момент, который делает покупку этого балисонга немного интереснее, чем все остальные ножи. Дело в том, что изначально здесь стоит вот такой вот тренировочный клинок, у которого есть еще и четыре шестигранника, между прочим. А вот в комплект к этому ножу входит еще второй клинок из М390, толщиной по обуху 3 мм. И длиной напишите в комментариях, как думаете, какой. Сам клинок выглядит вот так. Это спирпоинт с небольшой рекурвой и достаточно тонким сведением даже по обуху этого ножа. Смекаете, о чем я говорю, да? Так же, как и ко всем остальным ножам из этого ролика, у Лорена есть зип. В него входят полные комплекты всех бонок, всех винтов, за исключением, конечно же, замка балисонга. Отдельно хочу отметить подшипниковую систему, которая используется при создании этого балисонга. Вы ее достаточно хорошо знаете. Это система КВТ. И благодаря ей мы имеем вот этот вот момент. Ход плашек балисонга просто невероятный. Мало того, что у него еще и люфта нет от слова практически совсем. Это очень качественный вариант, чтобы потренироваться. И очень красивый вариант для того, чтобы носить его с собой. Кстати, клипса здесь не предусмотрено, поэтому его стоит носить в поясном чехле или же просто в кармане. Теперь я расскажу вам про нож Helictus 2.0, который приехал к нам еще и в новых коробочках. Сначала Максейсы присылали ножи чисто в чехольчиках. Потом у этих чехольчиков появились белые коробочки. А вот теперь это огромная такая коробочка с чехольчиком внутри и многим другим интересным. Смотрите. Чтобы ее открыть, нужно потянуть вот с этой стороны. Нас здесь встречать будет вот такая вот карточка, которая полностью повторяет внешний вид коробки сверху. Внутри пакетики лежит сам чехольчик Midnight Cat Studio Maxace. Это мы откладываем в сторону. Открываем чехольчик. Видим следующее. Обязательно салфеточка для того, чтобы протирать нож от разводов. Тоже пластиковая карточка с соцсетями Maxace и полезной информацией. Немножечко залезаем в кармашек. И тоже видим зип-комплект. Что я и говорил. Вот к Helictus есть еще и сменный осевой винт, помимо бонок и других винтов. А вот к Dragon этого не положили. До сих пор непонятно почему. Ну и непосредственно обновленная версия Helictus 2.0. Helictus 2.0 уже был в наших магазинах. Это была версия с накладками из Makume и версия с накладками из карбона. Правда мы вот только что и делали, осветили его в наших социальных сетях. На ютубе этот нож не появлялся. Поэтому в новой версии я расскажу полностью про нож и что вообще в принципе изменилось. Общая длина у этого ножа составляет 223 мм. 125 отмерено на рукоять и 98 на клинок. Он сделан из стали M390 с заявленной твердостью 60-62 единицы. Имеет толщину по обуху 3,9 мм. Накладки в новом исполнении сделаны из вот такой вот Crazy Micarta. Лично мне такое исполнение Helictus нравится намного больше, чем два других. Поскольку это придает ножу совершенно новых красок. И это действительно что-то необычное. Согласитесь, сейчас на рынке большинство ножей можно спокойно разделить на несколько групп. Это нудисты, у которых голый титан в анодировке или без. Это ножи с полными накладками G10 или ФРН. И какие-нибудь третьи ножи, у которых есть титановая рама с отставками. Так вот, вот такую Micarta, по-моему, никто не ставил. И смотрится это действительно свежо, интересно и круто. Что в остальном можно сказать про вот этот нож? Как вы видите, он на титановой раме. У него стилизованный осевой винт, который откручивается с вот этой стороны. Конечно же, есть сухарь, который идет в комплекте в зипе. Есть титановый бэкспейсер, в котором располагается темлячное отверстие. Кстати, вот такое расположение темлячки я считаю одним из самых удобных. Потому что темляк не болтается из стороны в сторону, если связать его правильно. Ну и, конечно же, очень клевый такой клиппоинт в профиле клинка. Обработка клинка здесь сатин тоже, но тут их всего два. Это продольный на голоменях и поперечный на фальш-лезвии и спусках. Спуски здесь сделаны в 0,4 мм, практически равномерно. Только вот здесь есть расширение до 0,5 мм. Это означает, что нож с такой шириной спусков и таким клинком будет очень хорошо резать. Не забываем, что там еще и М390 стоит, которая позволит резать долго. В осевом здесь же стоят не МРБС-подшипники, а обыкновенные двурядные керамические. Что тоже на самом деле хорошо. Кстати, шарик детента тут тоже керамический. И, короче говоря, Максейс с каждым разом делает все более крутые и более крутые ножи. Что меня, как пользователя и любителя ножей, однозначно радует. Кстати, по поводу того, что мы снимаем вот этот ролик на следующий день после того, как они к нам приехали. И вчера я вот этот нож прям практически, ну, условно облизал, потому что он мне настолько сильно понравился, что я очень хочу его к себе в коллекцию. Лично мне он еще и напоминает мою давнюю хотелку Винаев Химера, которая, насколько мне известно на данный момент, снята из производства. А вот Максейс о снятии Хеликтуса не говорит ничего. Кстати, бонусом тут еще и есть небольшая насечка на обухе, прям совсем небольшая, которая скорее декоративная. Но вот на флиппере здесь сделали они хорошую насечку, палец за нее хорошо цепляется, нож открывается под любым углом и им очень легко оперировать. Но не все так радужно, как я рассказываю. У него есть один большой недостаток. О каком недостатке я говорю? Я говорю про клипсу этого ножа, которая сделана очень низкопрофильной. Да, она смотрится круто, но вот на карман она садится с очень-очень большим нехочу, потому что именно из-за того, что она низкопрофильная, просто получается так, что она очень сильно отгибается. И садить этот нож на карман не очень удобно. Поэтому я советую, как и Болисонг, носить его в поясном чехле. С этим проблем вообще никогда не возникнет, туда влезет практически любой нож. Ну и этот, соответственно, тоже. Что ж, друзья, вот такие вот новиночки от компании Максейс. К нам приехали в магазин. Они уже на сайте. Переходите в описание, смотрите ссылочки, узнавайте цены. А я на этом моменте с вами прощаюсь. Увидимся с вами совсем скоро. До встречи на нашем канале. Пока!